Здравствуйте, мои подписчики и гости канала! Цвет сусла не является признаком качества солода, однако он должен отвечать его типу и требованиям, приявляемым к цвету сусла. Небольшая разница в цвете при производстве обычно не имеет большого значения, однако известные пивоваренные заводы, где производственный регламент требует соблюдения довольно узкого диапазона светлости. Известно, что осторожная сушка положительно влияет на цвет и, как правило, из хорошо высушенного сода получают светлое сусло. О процессах сушки и оборудовании вы можете узнать, посмотрев видео в описании к этому видео. Мы подробно разбираем различные типы сушильных установок. Это видео уже давно вышло на канале и там уже есть довольно большое число просмотров. Показатель цвета светлого солода колеблется от 0,16 до 0,26 миллилитров. Показатель цвета светлого солода колеблется от 0,16 до 0,26 миллилитра. Цвет темного солода от 0,5 до 1,2 миллилитра 0,1 нормального раствора йода. Растворы, используемые для определения цвета, нестабильны и поэтому в некоторых государствах переходят к определению цвета в калориметрах. А в настоящее время такие калориметры широко распространены для определения цвета в условиях производственных лабораторий в пищевых производствах. Цвет сусла сравнивают с оттенком цвета известных стекол и выражаются в единицах ЕБК. Но если вы используете калориметры, то вы можете использовать такие параметры как А, Б и Л, где Л это lightness, то есть светлость, а А и Б это два коэффициента модели ЛЭП, которые используются для определения цвета. Амилолитическая ассахаривающая активность у обычных солодов неравномерная, но как правило такой солод богат амилазами и при переработке не возникает трудностей. Однако при переработке крахмалистых заменителей солода амилолитическую активность необходимо учитывать. Определяется амилолитическая активность по методу Вендиша-Кольбаха и выражается в граммах мальтозы, образовавшихся под действием амилаз на 100 грамм солода, единица Вендиша-Кольбаха. Солод долгого гашения при холодном режиме имеет высокую амилолитическую активность. Высокие температуры от сушки снижают амилолитическую активность. Зеленый непросушенный солод имеет от 350 до 500 единиц Вендиша-Кольбаха, сокращенно ВК. Амилолитическая активность светлого солода колеблется от 120 до 300, темного от 100 до 240 единиц ВК. Число Кольбаха выражает процентное соотношение растворенного в сусли азота к общему содержанию азота в солоде. Оно является показателем степени расщепления белков. Кольбах предложил судить по этому показателю о растворении солода. Однако расщепление белков в последние дни прорастания прекращается, в то время как растворение солода продолжается. Поэтому число Кольбаха не является точным критерием общего растворения. Простой способ определения и тот факт, что хорошо пророщенный при холодном режиме солод имеет обычно высокое значение числа Кольбаха. Позволили использовать его как наиболее подходящий критерий для оценки качества солода. Кольбах оценивает растворение солода согласно следующим отношениям. Гартонг разработал метод, согласно которому определяется действие ферментов, а также растворение солода. Затирается параллельно одинаковый солод при температурах 120, 45, 65 и 80 градусов Цельсия. Точно так же, как при конвенционном методе. Из среднего значения этих четырех экстрактов после вычитания константы 58,1 получается число перерабатываемого солода. Точно так же, как и число Кольбаха, на число Гартонга оказывают влияние различные факторы, которые ограничивают широкое применение этих чисел. Шмаль изучал солод разного происхождения, нескольких урожаев и пришел к выводу, что на числах Кольбаха и Гартонга влияют сортовые свойства и происхождение использованного ячменя. По Шмалю оба числа у солодов чехословацкого происхождения большей частью бывают положительными. Четырехотварочный метод Гартона-Кречмера для определения числа Гартонга находит широкое применение в пивоваренной аналитике. В практике учитывают главным образом величины отдельных относительных экстрактов ПЕ, значение которых вновь обобщили, расширив представление об отдельных их величинах. ПЕ 20 градусов Цельсия, стандартная величина равная 24, характеризует переход экстракта в раствор, однако следует подчеркнуть, что в сусловарочном отделении уже нельзя исправить то, что было упущено при выборе сорта ячменя и в процессе солода рощения. Величина ниже стандартной свидетельствует о недостаточной способности ячменя к прорастанию и пригодности для солода рощения, а также о недостатках при его замачивании и высоких потерях при дыхании. Величина выше стандартной указывает на правильное ведение процесса замачивания и проращивания на хорошую зрелость ячменя. ПЕ 45 градусов Цельсия, стандартная величина равная 36, свидетельствует о ферментативной силе за исключением альфа-амилазы и расщеплении белков солода. Величина ниже стандартной характеризует низкое содержание ферментов и ограниченное расщепление белков, что является результатом недостаточной способности ячменя к прорастанию, неправильного ведения процесса замачивания. Следствием этого в дальнейшем производстве является недостаточное питание дрожжей, биологическая нестойкость пива и склонность к неприятной горечи. Величина выше стандартной свидетельствует об удовлетворительном содержании ферментов, возможности ускорить варочный процесс, о предпосылках для биологической и коллоидной стойкости и возможности удовлетворительного охмеления пива. ПЕ 65 градусов Цельсия, стандартная величина равная 98,7. Характеризует растворение солода. По визуальной оценке фильтрации такого сусла можно судить о выровненности, гомогенности солодового зерна. Сусло должно стекать абсолютно прозрачным. Величина ниже стандартной. Указывает на слабую активность ферментов и недостаточное растворение эндоспермы. Следствием этого является недостаточное сбраживание пива в бородильном отделении. И неудовлетворительное осветление в лагерном подвале. Величина выше стандарта свидетельствует о хорошем растворении эндоспермы. Однако по этой величине нельзя судить о выровненности, гомогенности солодового зерна. Величина выше 99,5 характеризует перерастворение и слишком большие потери при дыхании. ПНОЕ 80 градусов Цельсия. Стандартная величина равная 93,7. Зависит не только от ферментативной способности солода, но и от его разжижающей способности, то есть содержания альфа-амилаз. По ней можно судить о возможности хода процессов затирания, фильтрации, варки сусла с хмелем, главном брожении, осветлении пива в лагерном отделении. Величина ниже стандартной свидетельствует о недостатках, указанных у остальных ПЕ. И кроме того, о неправильном введении сушки, как в фазе предварительной сушки, так и при отсушивании. Солод с низким значением ПЕ 80 градусов Цельсия создает трудности при осахаривании и ведет к преждевременному осаждению дрожжей при брожении. Если величина ПЕ 80 градусов Цельсия выше стандартной, это свидетельствует о хорошей разжижающей способности солода. Величина выше 96 тоже благоприятна при оценке общих свойств солода, однако это указывает на недостаточную его отсушку. Важным показателем является фильтрация горячего сусла при температуре затора 80 градусов Цельсия. Быстрая фильтрация свидетельствует о сильной активности альфа-амилазы, медленная фильтрация об обратном. Если затор нельзя профильтровать горячим, качество солода неудовлетворительное. В своей работе Гартанг и Кречмер дают практические указания ряд технических рекомендаций для проведения четырехотварочного метода, разработанного ими на основе многолетнего практического опыта. Гартанг и Кречмер занимаются более подробно некоторыми проблемами растворения солода, которые считают важным дополнением к обычным методам. Речь идет о модифицированном ими испытании плавающего зерна. Определении хрупкости эндосперма при продольном разрезе солодового зерна, метод ПЛБ. И использовании трех объективных приборов. Склероскопа, прибор для определения хрупкости, который был разработан в Нанси, и о определении диаграммы твердости на приборе Барабендера. Для определения растворения солода Гартанг предложил следующую шкалу. Метод Гартанга применяется часто, но с определенными оговорками, по причинам, на которые указывает Штоль. Некоторые авторы обращались к определению конечной степени сбраживания лабораторного сусла, как критерию растворения солода. Речь шла в основном об определении степени сбраживания сваренного в лабораторных условиях сусла при 20 или 25 градусах Цельсия при постоянном перемешивании. Мюль Бауэр далее изучал конечную степень сбраживания сусла из солода, отобранного при прорастании, и обнаружил достижение максимальной величины на шестой день прорастания. На седьмой и восьмой день прорастания сбраживание уже существенно не изменяется. Температура отсушки практически не имеет никакого влияния на конечную степень сбраживания сусла. У сусла полученного из солода отсушенного при 58, 72, 85 градусах Цельсия была обнаружена очень небольшая разница. Величина конечной степени сбраживания лабораторного сусла хорошо дополняет показатели растворения солода и обеспечивает более широкое представление о его переработке в варочном и бродильном отделении. Для более глубокого изучения качества солода или для специальных целей могут быть проведены дальнейшие определения. Для получения представления о сбраживаемости сусла определяется содержание сахаров, отношение сахаров к несахарам или конечная степень сбраживания. У азотистых веществ определяют общий азот, кроме растворимого азота, так называемого числа кольбаха и формальный азот или же азотистые вещества, классифицируемые по лундину. Растворение солода можно наблюдать также при определении тетруемой кислотности или вязкости сусла. Для проверки качества сушки определяется прорастаемость солода или катализа. Ориентировочные данные о величинах, полученные при этих определениях, представленных в таблицах на слайде. Определение качества солода по результатам анализа требует определенного опыта. Результаты анализов следует оценивать в целом. Для того, чтобы солод был определен как хороший, недостаточно только высокой экстрактивности или прозрачности или быстрой фильтрации сусла. Всегда следует учитывать и другие критерии. Так, солод короткого ращения, полученный при холодном введении процесса, может фильтроваться медленнее и, несмотря на это, для бочкового пива он вполне пригоден. Если сусло быстро фильтруется и имеет сильный блеск, а продолжительность осахаривания и выход экстракта соответствуют обычному стандарту, то солод считается хорошим и при переработке не вызывает трудностей. Однако и остальные признаки, такие как цвет и влагосодержание должны отвечать действующим стандартам. При анализе важно определить все отрицательные признаки. Это могут быть несвойственные запахи затора или сусла, медленная фильтрация, помутнение, апеллисценция сусла, продолжительное время осахаривания. Как правило, недостатки ясны уже по нескольким критериям. Медленное стекание сусла, продолжительное время осахаривания, более низкая экстрактивность связаны с плохим растворением солода и проявляются также в более высокой абсолютной массе, недостаточном развитии зародышевого листка и так далее. Подобные недостатки могут быть вызваны также неподходящим ячменем. Это проявляется в доле непроросшего зерна и зерна стекловидного и полустекловидного. В массе гектолитра и абсолютной массе. В разнице выхода экстракта мука, грубый помол. Помутнение и апеллисценция сусла могут быть вызваны недостаточным расщеплением белка, так называемый форсированный солод. Об этом же свидетельствует низкое число кольбаха. При определении амилолитической активности методом Гартенга и другими специальными методами могут быть установлены более точные причины неудовлетворительного качества солода. Продолжение в следующем видео. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход следующего видео.